Всю необходимую поддержку, по словам главы государства, должен получить и бизнес. Так, строительные компании освободят от уплаты налога на прибыль и НДС за передаваемые государству и муниципалитетам инфраструктурные и социальные объекты. С таким предложением во время послания Федеральному собранию выступил президент России Владимир Путин. Сегодня, когда строительные компании передают государству или муниципалитетам социальные объекты, они вынуждены еще и заплатить с них налог на прибыль и НДС. Освобождение застройщиков от этого времени, в том числе и на новацию в строительной сфере, тем самым будут стимулировать комплексное развитие городов и сел. Данные законодательной инициативы, конечно, положительно повлияют на работу предпринимателей в части освобождения средств для развития компании, для привлечения дополнительных сотрудников на высвободившиеся финансовые ресурсы. То есть это в большей степени, скорее всего, даст количество рабочих мест. В настоящее время в нашем регионе большинство предпринимателей уже находятся на упрощенной системе налогообложения. Если инициатива президента будет поддержана, как считает Анатолий Курленко, это позволит в целом поднять экономику не только нашего региона, но и страны. Кроме того, Владимир Путин объявил в своем послании о создании цифровой платформы для обращений по фактам давления на бизнес. Президент в своем послании еще раз указал на необходимость снижения нагрузки на бизнес, в том числе и административной нагрузки. В Ленинском округе в прошлом году к нам обращался предприниматель. Мы в ходе рассмотрения обращений восстанавливали факты нарушения законодательства при расследовании уголовного дела. По этим фактам мы направили информацию в прокуратуру округа для принятия мер покровского реагирования. Также в прошлом году выявлялись факты нарушения при производстве по делам в административных правонарушениях. Также мы принимали соответствующие меры. Что касается развития информационных технологий, в Центре развития бизнеса Ниньского округа в этом направлении начали работу еще в прошлом году. В сфере развития информационных технологий наш регион будет тоже стараться идти в тренде государства. А именно, в прошлом году у нас на базе Центра развития бизнеса был создан Центр кластерного развития. Если в 2018 году мы создали туристический кластер, то в 2019 году у нас в планах создание серьезного IT-кластера. Что такое кластер? Кластер – это кооперация заинтересованных сторон, в том числе предпринимателей. Что самое интересное и приятное для нас, что инициатива по созданию IT-кластера шла непосредственно от предпринимателей. На сегодняшний день 11 организаций округа уже заявили о своем участии в IT-кластере. Они будут работать по направлениям веб-индустрии и инновационным технологиям. Участники считают, что Ниньский округ, как маленький северный регион, может стать отличной пилотной площадкой для внедрения и апробации инновационной и технологической инициативы. Александра Литкова, Ольга Русул, Леонид Шишелов. События недели.